и привет привет меня зовут катя и это мой канал я здесь выкладываю все что мне захочется и так сегодня я хотела бы рассказать о неудачных продуктах я блогер да и мне присылают какие-то продукты на обзор как правило я делюсь тем что мне нравится но знаете иногда хочется просто поделиться тем что не нравится конечно в жизни не нужно делать акцентов на плохом не сосредоточен на этом лучше обращать внимание на хорошее но я бы хотела с вами поделиться теми продуктами которые мне совсем совсем не понравились и начну я пожалуй с новинки от мэйболин вы знаете их эти блески вивид криворучка вивид мат ликвид вы знаете эти помады вы наверняка видели уже обзор у других блогеров вы видели это все в инстаграме или просто вы видели это в магазина такая помада спасибо которую вы наносите на губы и она должна стать матовая при этом это супер плотное покрытие да действительно очень очень плотное покрытие цвета очень яркие насыщенные но что мне в ней не нравится это то что как будто бы на губах у тебя как бумага как будто бы что-то прилипло у тебя на губы и мне не очень комфортно они в нос следующий минус это то что они при носке начинают разъезжаться в разные стороны еще один минус то что они все-таки не матовые ты будешь ходить час с этой помадой она будет продолжать блестеть и если для кого-то это принципиально это будет разочарование не совершенно не понравилось как и вот эти предыдущие блески от мэйболин и мы было очень очень сложно пользоваться ты достаешь блеск пытаешься им накрасить губы а на спонже ничего нет то есть абсолютно непродуманная упаковка я оставила себе два вот этих мне показались удачных цвета такие нюдовые остальные я просто куда-то раздарила эти даже подарить никому не получится потому что ну как ты человеку не желаешь же зла слушай подруга я хочу тебе такие помады подарить у тебя будет ощущение народного тела на губах хочешь не растекаются они не не матовые может хочешь все таки нет я не знаю что с ними делать мы блин так много удачных продуктов но это к сожалению моё разочарование хотя все пришло в такой вот крутецкой косметички очень здорово да и и можно использовать как пенал ее можно использовать как какую-то косметичку для кистей для каких-то мелочей очень здорово мне понравилось яркая классная следующее средство органическое это спрей для укладки волос с феном компании laguna и честно сказать это просто худший продукт худший спрей который был в моих руках потому что он склеивает волосы и я думаю этого достаточно для того чтобы их просто не пользоваться также если продолжать органическую тему и тему волос шампунь абсолютно гадость от которой волосы становятся вот так вот и мне к сожалению ни один из органических шампуней не подошел это я не знаю люди как вы пользуетесь органическими шампунями на что похожи ваши волос мои лично волосы приходят в ужаснейшее состояние после того как я стала тестировать органические шампуни я к сожалению нашла ни одного шампуня который бы подходил моим волосам но это просто какая-то катастрофа я его использую как жидкое мыло и вам советую и вот кстати обновленная версия туши last sensation я ее занесла сейчас в вот этот вот свой черный список только потому что здесь какая-то обновленная формула и она очень очень сильно склеивает мои ресницы я не знаю что такое может быть здесь очень много продукта внутри ее надо как-то использовать потом но пока сейчас мне она не нравится потому что она превращает мои ресницы в паучьи лапки это совсем не веерный объем как был в предыдущей версии поэтому если вдруг у вас станет выбор в покупке туши пойти предыдущую версию потому что мне она безумно нравится это просто лучшая тушь которая пользуюсь наиболее часто 95 процентов времени вот это обновленная версия мне совершенно не понравилось пришла мне продукция сенсию на тестирование их пенки замечательные вообще супер крем для рук это какая-то беда во-первых размер он совершенно ничего не делает и пахнет какой-то органикой следующая румяна ланком очень очень красивой яркой ягодной такой упаковки но к сожалению мне они не понравились что мне показалось они очень очень плохо распределяются по лицу какими-то пятнами плюс оттенки такие все-таки немножко рисковатый перед тем как я начала их использовать мне почему-то показалось что ну раз они такие яркие но не могут же они также ярко ложится на лицо но к сожалению не точно также ярко ложатся на лицо с этими румянами нужно иметь какие-то супер руки 80 уровня чтобы наносить румяна потому что ну действительно плохой продукт неудачно это еще не все от компании ланком этот корректор консилер для корректировки зоны под глазами совершенно неудачно потому что он подчеркивает во первых морщинки он делает кожу даже если она не шелушится шелушащийся сожалению он очень очень плохо справляется с тем чтобы корректировать какие-то синяки под глазами и очень очень быстро с вытирается не держится не стойки очень неудачно продукт крема от глаза под клиник который я практически не использовала сначала мне очень очень понравилась упаковка она такая классная яркая но когда я стала его использовать и тестировать я поняла что она совершенно никудыш на ты открываешь и закрываешь этот колпачок он просто вот так открывается закрывается открывается закрывается у тебя часть средства облепляет эту горловину тюбика и это выглядит очень эстетично каждый раз нужно за ним по особенному ухаживать как-то протирать я считаю это все-таки не очень хорошо но не это основная причина того что он мне не понравилось понравилось что он вообще ничего на самом деле не делая как любая девушка я должна найти какой-то плюс здесь плюс в том что когда вы наносите немедленно все морщинки разглаживаются за счет каких-то соединений за счет силиконов все моментально разглаживаться но к сожалению это только видимый эффект потому что когда вы пойдете умоетесь это все назад сморщится и превратится в курагу может быть он подойдет для более молодой кожи для моей старперской кожи это совершенно вообще неудачное средство он совершенно ничего не делал также я хотела вам показать коробочку красоты от космополитен и отнести ее сюда но коробочку не с масс-маркетом коробочку с люксом потому что это какой-то я не знаю как это сказать цензурно но это издеватель себе вкладывают действительно пробники вкладывают какое-то маленькое мыльце и это все настолько ущербно и не знаю грустно если вдруг вы хотите все-таки купить какую-то коробочку и вам это все импонирует пить у нее вторую коробочку с масс-маркетом потому что там действительно очень много хороших продуктов которые ну прям ну действительно хорошие их много они полноразмерные нужно в этой вот версии для любителей люкса это смешно и смешно и грустно они конечно не больше никогда не пришлют свои коробочки наверное но это еще не все спрей для лица болгарская розовая вода от компании мастерская олеси мустаевой если бы я никогда не пользовалась розовой водой я бы сказала что это потрясающее средство хорошая освежает она меня так тонизирует это спасение в жару и я так люблю спрей то я обычно рассказываю про продукты которые мне нравятся как например про вот эту розовую воду она конечно дороговато но я теперь поняла почему так происходит пользование вот этого средства вот это конечно никуда не катит потому что самым главным отталкивающим моментом является аромат если вот в этом средстве вы чувствуете действительно какое-то благоухание свежесть розы такой вот с росой все так прекрасно и красиво здесь же вы чувствуете аромат знаете вот когда букет с розами стоит очень очень долго да не пугайтесь не так все печально и эти вот пожухшие бутоны если послушать как они пахнут это вот идентично вот этому ну и последнее фу-фу-фу которое мне прислали это шампунь и бальзам понтен парави густые крепкие давайте я вам поясню почему мне не нравятся эти средства почему они мне не понравились может быть не подошли когда ты моешь голову этим шампунем волосы скрипят они так скрипят как будто ты из них вымыл все что в них было они будут лишены всего того питательного чего они накапливали возможно долгие годы мне кажется что скрип волос это немножко устаревшая цель в мытье головы поэтому я не знаю я немножко напряглась да давайте как истинная девушка я найду плюс в этом средстве а плюс у него есть в том что она пенится так мощно так сильно что я не знаю как будто вы безе нанесли на голову она очень плотная и густая пена это круто как пена для бритья дака очень 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 густая для того как ваши волосы все таких сухие скрипят на них но обязательно нужно нести бальзам давайте я как раз расскажу про вот этот бальзам сначала с плюсов вы наносите волосы все они наконец-то напитанные они очень быстро распутываются они быстро становятся гладкими и такими шелковистыми когда они в мокром состоянии и вы из них смываете это все но в этом средстве есть большой минус я сразу не поняла какой потому что при первом использовании я сполоснула его как обычно как обычное свое средство какой-то кондиционер маску и я могу сказать что все волосы мои были очень жирными липкими к ним как будто бы пристал воск какой-то это очень неприятно второй раз я решила интенсивнее смывать средства с волос я могу сказать что у меня получилось но к сожалению у меня она вымылась настолько что волосы перестали быть настолько шелковистыми как я от них ожидала скорее всего я не буду пользоваться этими средствами потому что в них слишком много минусов слишком много нюансов я лучше предпочту какие-то другие средства возможно из профессиональных линеек хотя аромат у этих средств очень хороший и давайте увидимся в следующем видео которое будет совсем-совсем скоро пока